Вячеслав Комнатов Стопка, соленый огурчик или роковая ошибка Дедушку Диму почему-то все называли по фамилии Дякин Она звучала так громко и звонко, будто стук деревянной колотушки Со временем все так привыкли, что многие малолетние члены большой семьи Долгое время даже и не знали настоящего имени Деда Дякина Дякин работал на бензовозе И Севке с детства запомнился этот запах бензина Хотя так пахло почти от любого шофера Сева очень часто ездил с Дедом И с нетерпением ждал эти дни, когда Дед по каким-либо делам заезжал домой А Севка тут как тут Деда, возьми меня с собой А домой Дед заезжал частенько То пару мешков комбикорма привезет То турнепса То подсолнухов Кукурузы молочной Гороха Травы с поля Семья держала свиней, поэтому забот хватало В летние жаркие дни в кабине бензовоза А это был ЗИЛ-130 Очень душно Когда дорога шла среди полей Однообразный пейзаж становился скучным И Севка обычно засыпал Однажды Дякин не заметил большую выбоину на дороге И на скорости налетел на нее Севку так сильно подбросило Что он аж ударился головой о потолок кабины И больно прикусил язык до крови Идрит твою раз так Ругнулся Дед Тронув Севку за плечо Не ушибся? Да не Только язык прикусил немного Конечно, Севка окончательно проснулся Когда откачали бензин в какой-то деревне Поехали обратно в свой город, в гараж Впоследствии Севка вспоминал, что этот гараж Очень похож на гараж из фильма «Дело Румянцева» Прям точь-в-точь И двор, мастерские, лица людей И всюду табачный дым Дякин, к слову, тоже был заядлый курильщик Сядет смотреть свой хоккей по телевизору Поставит перед собой железную пепельницу Закурит красную приму и хоть топор вешай Сколько бабушка с ним не ругалась, все бестолку По дороге домой ехали мимо горохового поля Надрали гороха прямо с ветками почти полкабины Траву для свиней, горох для детворы Стручки большие, зерна громадные, молочные Стручки такие сочные, что Севка их тоже разжевывал Высасывая сок Дома вывалили хапку гороха прямо во дворе Дети радовались, взрослые тоже помогали надергать стручки Севе в ту пору было примерно 6 лет Они с матерью жили отдельно Мать снимала полдомика у знакомой старушки Недалеко от бабушкиного дома Два квартала Домик старенький, низкие потолки Маленькие окна с двойными рамами На широком подоконнике зимой Сева расставлял фигурки Из пластилина, чтобы они застывали Ему очень нравилось лепить хоккеистов Особенно вратарей С их щитками и масками Большой широкой клюшкой И еще крестоносцев, рыцарей Военные машины, танки Надо отметить, что Сева с малых лет Вообще отличался своими незаурядными способностями Особенно к рисованию В детском саду с первого раза Акварельными красками нарисовал красноармейца На черно-вороном коне с саблей и в буденовке С красными полосками на груди Ну как в кино про павку Корчагина Воспитательница искренне была так удивлена Что сначала даже не поверила Будто Севка нигде не учился так здорово рисовать В тот же день всему саду Показывала Севкины рисунки С нескрываемой гордостью хвасталась Вот какой талант у меня в группе Севка, в свою очередь, тоже очень радовался И гордился этим Отца у Севки не было Будучи уже взрослым Несколько раз расспрашивала мать про отца Но та уклончиво отвечала Что-то у них не сложилось У него своя семья Кажется, есть сын Где сейчас не знает Мама была молода Красива И, конечно, у нее была своя жизнь Севка помнил Одного кавалера Какой-то военный Молодой красавец-брюнет Когда его долго не было Севка иногда слышал Слышал, как по ночам Мама тихонько плакала В подушку подпевая Ой, люблю, люблю Ой, люблю, люблю Несколько раз он порывался Выскочить из кровати Подбежать к матери И утешить ее Обнять Но неизвестная сила Почему-то удерживала его И, подчиняясь этой силе Порой не спав по полночи Думал про себя Значит, так надо Все пройдет Все равно его мама Самая лучшая в мире И, в конце концов Все будет хорошо Мама работала на ШАЗе ШАЗский автоагрегатный завод Станочницей Она часто рассказывала сыну Какой у нее станок И какие детали она изготавливает У нее было несколько грамот И наградных знаков Отличник или победитель Социалистического соревнования На знаках был изображен Профиль Ленина На фоне развивающегося Красного знамени По бокам колосья пшеницы Сверху серп-молот со звездой Внизу с золотыми цифрами Нанесен год вручения знака С обратной стороны Булавка для пристежки Севка любил раскладывать знаки Перебирать их Рассматривать как они блестят на солнце Часто прицеплял их себе на грудь И расхаживал по дому Воображая какой он герой Глядя на них своим детским взглядом Севке казалось Что они похожи на фронтовые ордена Их было 5 или 6 штук Севка очень гордился своей матерью Жаль что они не сохранились Однажды с мамой на заводе Случилось несчастье По неосторожности Она серьезно поранила руку на своем станке Точно какую левую или правую Уже не припомнится По ее рассказу случилось это так Станок обрезал жестяные детали по форме Нож опускался сверху вниз По нажатии педали Которая расположена под правой ногой Станочницы Из-за острых краев и заусенцев жестянок Одна из рукавиц разлохматилась И стала цепляться за них В какой-то раз деталь плотно засела В форме на столе станка Мама попыталась ее вытащить Видимо от усилия уперлась Нечаянно нажала на педаль И тут сработал нож Рукавица зацепилась за жестянку И мама не успела вовремя отдернуть руку Нож нанес удар по внутренней стороне ладони Отчего образовалась глубокая рана Примерно 5 сантиметров длиной От начала большого пальца К основанию кисти Конечно вина за все происшедшее Целиком и полностью лежала на самой пострадавшей Тут и разбираться нечего Мама пришла домой Когда на улице уже было темно Еще в сенях в полутьме Севка увидел забинтованную мамину руку Которую она держала как младенца Тихонько постановая И от руки доносился больничный запах Хозяйка квартиры, маленькая старушка Помогла маме зайти и раздеться После недолгих разговоров Было решено, что до маминого выздоровления Переедут к бабушке Чему Севка был несказанно рад Конечно ему было очень жаль мать Он понимал, что она с одной рукой Ни обед не приготовить, ни постирать И вообще Но предвкушение от встреч с приятелями Его грело в ту ночь Бабушка Маша тоже очень огорчилась Встречая свою старшую дочь С большим узлом со шмотками Дом хоть и был маленьким Место всем нашлось Вот кажется в то время И произошел тот случай Который Севка запомнил на всю жизнь Но обо всем по порядку К тому времени Севка уже обзавелся Друзьями и приятелями Стасик Гошка Немушка Братья-близнецы Вовка и Валера И один постарше Саня Тропин Излюбленным местом Время провождения Был сосновый бор Благо в двух минутах от дома Ребята постарше Приезжали туда На своих мопедах И выпендривались Друг перед другом Кто вообще гоняет Кто эффектнее затормозит С разворотом Кто быстрее выроет яму С задним колесом на газу И тому подобное У Севкиной же компании Мопедов не было И они развлекались на бетонке Бетонка это место Там же в Бару Возле железной дороги Где находился склад Железобетонных изделий Плиты, колодцы, балки Квадраты И всякое такое Пацанва Горцало по ним Как горные козлы Играли в догонялки Это было совсем Даже небезопасно В любой момент Кто-нибудь рисковал Сорваться с приличной высоты И сильно пораниться Об острые бетонные края Конструкции Однажды так и случилось Но это в другом рассказе Вторым по значимости Любимым местом Развлечения Была утилька Втор чермет контора Деба мамаша Работала уборщицей Наш домик Ей и достался От этой конторы Эта гора Всевозможного металлического Хлама Вообще Располагалась Напротив дома Через железную дорогу В нем здесь Грохотали мощные станки Которые рубили Большие железяки На маленькие Шипели Кислородные резаки Сверкала сварка Большие краны На рельсах С магнитным подъемником Загружали Подводимые вагоны Измельченный металл А другие С когтистым захватом Выгружали Крупный Чтобы его рубить И резать Местные жители К шуму давно Все привыкли И не обращали На него Абсолютно Никакого внимания Вечером Когда все рабочие Расходятся Старый дядька Сторож Типа Сделает обход На этих развалинах Металла Появляется ребятня И конечно же Опять Это было Очень опасно Когда кто-то Лазает Внутри Этой кучи Она может В любой момент Шевельнуться Покоситься Сдвинуться Да что угодно И последствия Могут быть Непредсказуемы Но в счастье За Севкину жизнь Надо сказать Ни с ним Ни с кем-нибудь Из его друзей Слава богу Ничего серьезного Не произошло Не считая Мелких царапин И ушибов И на этой утильке Чего только Невозможно было найти И самое интересное Казалось Находится Внутри кучи Где-то В ее сердцевине Вот и лазали Пацаны Искуя порой Даже с жизнями Хорошей находкой Считался Ящик С большими буквами Брак С какими-то Жестяными Кругляшками С зажимчиками Похожими На краба Размером Примерно С тогдашней Советский Железный Рубль Среди пацанов Находились Умельцы Скрепляя их Между собой Особым Способом Можно было Сплести Что-то Наподобие Кольчуги Или Широкого Пояса Как у Древних Рыцарей Короче Всего Не перечислишь Всякой Всячины Хватало Но Это им Тогда Было Очень Интересно Тогда Выдался Жаркий И душный День Севка Уже Успел Изрядно Где-то С кем-то Набегаться Был Весь Взъерошенный И Потный Очень Хотелось Пить Обычно В синях Стояла Четырех Ведерная Алюминиевая Фляга С Водой Всегда Прохладной Потому Как В тени Но Сейчас Ее Не Было Значит Кто-то Пошел За Водой На Колонку Севка Прошел В дом Сглотнув Пересохшим Ртом В большой Комнате На столе Стоял Граненый Стакан Наполовину Наполненный Рядом На блюдце Нарезанный Колечками Соленый Огурец Севка Подбежал С пылу Жару Махнул Стакан Он Сразу Не понял Что произошло Через пару секунд Горло Обожгло В животе Запекло А во рту Почувствовался Досели Неизвестный Горький Кирпкий Вкус Конечно Он понял Это водка Или Самогон Какое-то Время Он сидел На стуле Обдумывая Что делать Дальше В смысле Как оправдываться Куда девалась Водка Это дедуля Приготовил Себе Выпить Стопочку И закусить В выходной День Он позволял Себе Разговеться Но дед Все не шел Севку Начала Помалу Пробирать Рука Сама Потянулась К блюдце И он Съел Одно Колечко Огурца О Вкусненько В голове Шумнуло Севка Прилег На диван Через Две минуты Весь огурец Был доеден Послышались Шаги Севка Притворился Спящим Сева Ну че Ты что Мою водку Выпил Дед Ласково Погладил Севку По голове Севка Делая Дальше Вид Что Спит Промямлил Я думаю Что Это Просто Вода Ну Хоть Закусил Это Ладно Это Ничего Ну Полежи Полежи Здесь И уже Почти Сквозь Настоящий Сон Севка Едва Различал Дедовы Шаги И Смешок И Твою Раз Так Напоил Внука Ну Бабка Сейчас Врежет Через Несколько Минут Во дворе Можно Было Слышать Раскатистый Смех Мужчин И Женщин И Бегающих Посмотреть На пьяного Севку Ребятню Смеющуюся В кулачок Только Не будите Его Пусть Спит Приказал Дед И Помахал Кулаком На Следующее Утро Севка Проснулся Что Называется Знаменитым Не Успев Еще Отойти От Сна Вышел Во двор И Был Встречен Просто Шквалом Гомерического Хохота Любой Кто Попадался На пути Заливаясь От Смеха Спрашивал Ну Как Тебя Угораздило Алкоголик Ты Наш С Тех Пор К Нему Прилипла Кличка Алконавт Севка Какое-то Время Даже Был Доволен Этим Обстоятельством Потому Что До Этого Его Прозвище Было Не Поверите Макака Но Алконавтом Его Звали Недолго Вскоре Прежняя Кличка К нему Вернулась Почему А Это Уже Совсем Другая История Из Цикла Похождения Севки И Его Компании Читал Автор